Друзья, всем привет! Вы на канале SpinHonly и с вами Алексей Филимонов. Сегодня я нахожусь дома. У нас будет не рыбалка, а будет небольшой обзор на мое новое приобретение. Неогимовый магнит поисковой. Заказал я его еще в начале зимы. Долго он и шел с Китая. И вот буквально вчера пришел ко мне этот магнит. Для чего я его заказал? Хотел разбавить рыболовный контент. Немножко поискать, попробовать что-нибудь с речки достать. Какие-то воблера. Друг у меня говорит, что я пищню утопил. Попробовать достать. Один друг говорит, что я якорь утопил. В общем, появилась у меня такая идея и решил я приобрести данный магнит. Итак, магнит. Вот на нем ничего тут не написано. Но разрывная нагрузка у него, у этого магнита, 400 кг. Ну, это от ровной поверхности. Он идет двухсторонний. Можно его, как и с этой стороны, с этой стороны магнитить. Везде. И вот рэмболт такой идет в комплекте. Можно закрутить его отсюда. Это, допустим, если мы хотим там куда-то в колодец там или вертикально, без забросов. Тогда нужно вот так вот его закрепить. Вот сам магнит. Карабин. Цепляем карабин. Сюда уже цепляем, привязываем нашу веревку. Сколько здесь метров я не знаю. По-моему, 30 метров говорили. Также в комплекте была вот такая вот сумочка, чтобы все это положить. Еще и перчатки были. Итак, это если мы хотим вертикально. Вот так вот будем магнитить. А если мы хотим делать забросы с берега магнитом, то вот в это отверстие прикручиваем. Здесь также есть отверстие. Здесь снимаем и закручиваем сюда. Ну и хочу попробовать, как он магнитит. Не знаю. Сейчас вот посмотрим. Вот, допустим, рыбка на дне лежит. На джиголовке. Смотрите, с какого расстояния я примагнитил ее. Почти вплотную. И так держится, вот, легко снимается. Вот, прямо, как обычный магнитик. То есть, чтобы там рыбку какую-то достать со дна, это будет сложновато. Но если она будет там лежать, и я буду прямо, ух ты, блин, к рыбкам прямо, буду вот так вот проволачивать по дну, то, в принципе, возможно, вот, подцепить. Вот она висит. Сдергивать ее пытаюсь. Она не сдергивается. Так, а это рыбка с овсетным у нас крючком. Пробуем ее. Вот, даже чуть-чуть лучше. Эксайтер крючок. Примагнитил с овсетным. А вот ушастик, днепрсвинец, проволока нержавейка, а не магнитит. А, нет. Тоже чуть-чуть магнитится все равно. Вот вроде как и нержавейка, а чуть-чуть магнитится все равно. Так, воблерки давайте попробуем. Ну ладно, вот на этом воблере пример посмотрим. Оп-оп-оп. Ну, воблер лучше, друзья. Воблер лучше магнитит. Оп. Ну сколько тут? 5 сантиметров примагнитил. Все, он уже никуда не денется. Держится хорошо. Так, блесна. Блесна Джексон. 12 грамм. Попробуем в нее. О! Ох! Хорошо прилипла. Блесна вот взяла вот, да. Вот взяла там плоскость, она уже лучше магнитит. Четко прям прилипает так. Попробуем мелочь. 2 гривни украинских. Прилипла. Ого. Нифига себе. О, видите. Вот так вот не оторвешь, только в бок надо. Ничего себе, что 2 гривни. Вообще моща. Ну попробуем сейчас еще. Я взял молоток металлический. О! Ого! Ну вот если вот так вот на отрыв дотянуть, вот, не оторву в бок. Ничего себе. Молоток хорошо держит вообще. То есть получается, чем тяжелее предмет, чем такой вот он, в нем металла много, а он хорошо его магнитит. Палец не прищенит. Молоток вообще четко. В общем, друзья, такая вот обновка. Не знаю, где я его буду начинать тестировать. С лодки сейчас не покидаешь. Да, в речке еще и снаряды могут попасться какие-то. Ну протестирую где-нибудь его на речке, сниму какой-то ролик, может какой-то колодец попробую окунуть. Что достану, то вам покажу. Ну на сегодня такой ролик. Будем продолжать искать какие-то водоемы, там где можно порыбачить и что-нибудь снять. Всем спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok